День рождения Деда Мороза в России отмечают 18 ноября. Дату праздника выбрали не случайно. Считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступают первые зимние холода. В Сарове новогоднее настроение ворвалось с стены 2-го В-класса школы номер 14. Во время классного часа Снегурочка пришла в гости к ребятам, чтобы вместе поздравить Деда Мороза с днём рождения. В рамках интерактивной программы дети делились знаниями о знаменитом волшебнике, делали со Снегурочкой зарядку и чинили телефон, чтобы позвать Дедушку Мороза. Сказочные персонажи подготовили насыщенную программу с флешмобами, загадками и песнями. На месте не сидел никто. Праздник очень понравился. Тем более, как Дед Мороз, мы чинили телефон, чтобы позвонить ему. Мне очень понравился сегодняшний праздник, когда Дед Мороз к нам пришёл. А Новый год я хочу отпраздновать вместе с семьёй, и мы решили, что на Новый год мы поедем в Москву. Мне понравилось танцевать, и мне всё понравилось. Без Деда Мороза Нового года не будет. Обычно на день рождения к Деду Морозу в Великий Устюг съезжаются дети со всей страны, чтобы принять участие в праздничном хороводе с зимними персонажами. В этот день открывают специальный почтовый ящик, в который можно опустить поздравления для Деда Мороза. Юные саровчане тоже не остались в стороне. Ребята пекли праздничный торт и обменивались пожеланиями. Целый год смотрю за детишками, правильно ли себя ведут, не болеют, слушаются ли взрослых. В школу я пришёл посмотреть, как они учатся, а готовлюсь я к великому празднику, к Новому году. Заготавливаю подарки, покупаю вкусности, сладости, ну и, конечно же, жду встречи с детишками, с моими любимыми. В конце праздника второклашкам предложили написать письмо Дедушке Морозу. Дети традиционно попросили у волшебника подарки, пожелали здоровья и сил. На прощание Дед Мороз угостил ребят конфетами.